МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Технический партнер проекта Автоцентр Мегасервис 4х4. Техническое обслуживание автомобилей, кузовной ремонт, сварка аргоном, подготовка автомобилей для туризма, охоты, рыбалки и спорта, ремонт и обслуживание квадроциклов, снегоходов и прицепов. Приветствую всех зрителей проекта «За порогом». Мы продолжаем путешествовать по западному Казахстану. За спиной у нас уже более 2500 километров. А на календаре сегодня 9 апреля. И, судя по всему, в Казахстан уже окончательно пришла весна. Место, куда мы приехали, называется урочище Базжира. Одним словом, мы продолжаем наш маршрут. Присоединяйтесь. Но это сейчас так тепло и безмятежно. А буквально день назад эта живописная местность встречала нас совсем иначе. Дорога от ближайшего города Жена-Азель до Базжиры проходит через хоть и небольшую, но самую настоящую пустыню. Называется она весьма забавно – пески Синека. Конечно же, древнегреческий философ к этому месту никакого отношения не имел. А названы пески по близлежайшему поселению Синек, где, кстати, сперва заканчивается асфальт, потом грейдер и остаются только многочисленные степные дорожки направления, проехать по которым получается далеко не всегда. В этот раз, например, дорога через пустыню была полностью переметена зыбучими песками. Но, к счастью, альтернатива всегда есть. И попетляв по степи несколько часов, проделав путь в полторы сотни километров, уже в темноте мы достигли таки Базжиры, которая приветствовала нас совсем негостеприимно. К сожалению, Мангистау – это не всегда теплое солнце, чистое море. Иногда он встречает менее дружелюбно. Вот как сейчас – очень сильный ветер, который немножечко поутих, но всю ночь нам здесь ломало палатку, надуло какой-то меловой пыли, просто немыслимо. Вот посмотрите, в каких условиях приходится жить. Палатка изнутри напоминает какое-то цементное производство. Сначала это все очень сильно раздражает, но потом ничего, привыкаешь. В довершении ко всему, утром нас посетила целая делегация из местных правоохранительных и природоохранных органов. Устроили капитальный обыск в палатках и машинах и сначала хотели выписать штраф за несанкционированное нахождение на особо охраняемой природной территории, о чем мы, честно говоря, даже не подозревали. Но потом, поняв, что мы не террористы, не наркоторговцы и даже не браконьеры, оставили нас в покое, пожелав хорошего отдыха. К счастью, любая, даже самая плохая погода, рано или поздно проходит. И уже через день мы могли насладиться красотой этого места в полной мере. Уже второй раз приезжаю в Базжеру, второй раз делаю об этом фильм и снова упираюсь в одну и ту же проблему. Но не знаю я таких слов, которые способны не только в полной мере, но даже хотя бы отчасти передать до невероятности фантастическую или даже инопланетную красоту этого места. Ради интереса почитал, что пишут об этом в интернете и убедился, что не только я пребываю в таком творческом тупике. Как правило, пара-тройка скудных абзацев про пики меловых гор, грандиозные каньоны, зубы дракона и прочие литературные клише, уместные для описания практически любого природного объекта в Западном Казахстане. Ну что уж тут поделать. Если природа наделила нас такой красотой, что невозможно передать словами. Может быть, я слабый носитель русского языка, а может, есть подходящие эпитеты в казахском, которого я не знаю, сложно сказать. Спасает то, что сюжеты, снятые нашими операторами Рамилем Юсуповым и Сергеем Ямаевым, в каком-то особом речевом сопровождении не нуждаются. Просто смотрите и наслаждайтесь. После обилия в декорациях белого цвета хочется немного сменить картинку на что-то более синее или зеленое. И для этого у Мангистау тоже есть прекрасные возможности. Как я уже говорил в предыдущем выпуске, название Мангистау укоренилось здесь только в 90-е годы прошлого века, после обретения Казахстаном независимости. А до этого полуостров принято было называть Мангышлаг, что можно перевести как «край тысячи стоянок». Вот в одну из этих стоянок мы сейчас и направляемся. Правда, с исторической точки зрения, это место моложе, чем многие небольшие деревеньки или даже места многолетних кочевок. После недели проживания в степи мы решили сделать небольшую остановку и заехали в город Актау. По казахстанским меркам это что-то вроде нашего Сочи, город, куда люди приезжают отдохнуть на море. Мы тоже последуем их примеру, хотя погода сегодня не особо курортная, дует прохладный ветер, но по уральским меркам все равно тепло. Такой, казалось бы, с виду курортный городок возник здесь совсем недавно, в 1961 году, и как это ни странно, как город ядерщиков. В рамках создания ядерного щита страны здесь организовали добычу и обогащение урановой руды. Улицы Актау, спроектированные Ленинградским проектным институтом, были построены по генеральному плану на пустом месте, с чистого листа и не имеют названий. Вместо этого местные жители используют номера микрорайонов и домов и прекрасно ориентируются в этом наборе цифр. Нам же было немного непривычно искать гостиницу на безымянных улицах, что все же не помешало поселиться в прекрасном отеле недалеко от моря соотносительно небольшие деньги. Если конкретнее, то 800 рублей с человека при трехместном размещении. Там уже в стоимость входил вкусный и плотный завтрак. В общем, для небольшой паузы в пути по великой степи Актау весьма подходящее место. Поправив силы и пополнив продуктовые запасы, выдвигаемся дальше. Кстати, для тех, кто собирается ехать в Казахстан, замечу, что купить в крупных населенных пунктах можно абсолютно все. И стоимость потребительской корзины здесь будет примерно процентов на 10-20 ниже, чем в России. Качество продуктов при этом тоже на очень высоком уровне. Так что везти что-то из дома нет никакой необходимости. А вот что по-настоящему роднит Россию и Казахстан, так это качество дорог вдали от больших городов. Конечно же, россиянина трудно удивить разбитыми дорогами, но местные направления в Казахстане – это что-то. Надо сказать, что основные дороги между крупными городами здесь замечательные, отличного качества, ехать по ним – одно удовольствие. Но стоит съехать с такой трассы, и мы попадаем вот в такой разбитый ад. Сейчас мы держим путь на меловые каньоны Актологая, и очень надеюсь, что нам удастся доехать до туда, не потеряв колеса. Впрочем, если периодически съезжать с таких дорог в степь, то можно двигаться вполне уверенно. Надо только не забывать внимательно следить за навигацией. Проселочных дорог в степи великое множество, во все направления, а явные визуальные ориентиры, как правило, отсутствуют. Кроме навигации, особенно ранней весной, как в нашем случае, очень важно обращать внимание на состояние проселочных дорог. В тех местах, где степь еще не окончательно просохла, можно найти приключения буквально на ровном месте. В степи важную роль играет дорожный просвет вашего автомобиля. В сезон дождей здесь набивается приличная колея. И там, где Сергей на своем Соболе мог уверенно идти прямо по колее, мне всегда приходилось балансировать на краю бров, что позже вылилось в боковые проколы двух колес. Вот если не следить за такими вещами, набившаяся в поддон сухая трава может даже воспламениться от двигателя. Впрочем, это никак не повлияло на график движения. И спустя три часа, через сотню с небольшим километров пути, мы уже наслаждались роскошными пейзажами Актологая. Актологай и его расположенный неподалеку меньший брат Аккергишен, это огромные комплексы из меловых гор, скальных обрывов, каньонов и соляных озер. Когда-то на этой территории плескался бескрайне теплый океан. И в причудливых меловых утесах до сих пор находят не только окаменевшие остатки беспозвоночных белимитов, но и более серьезные находки, вроде акульных зубов, скелетов иктиодзавров и прочей морской живности юрского периода. Для тех, кто подзабыл школьные уроки географии, напомню, что это было в середине Мезозойской эры, то есть приблизительно 200 миллионов лет назад. Мезозойской эры Мезозойской эры Проведя три дня в бесконечном созерцании, мы вдоволь насытились белоснежными скульптурами, созданными природой, и с чувством выполненного долга и благодарности этой прекрасной земле отправились в сторону дома. Но, видимо, духи степей оценили нашу любовь и не захотели отпускать нас так быстро. Ты сейчас зароешься опять? Давай еще полтора метра как раз до упора, и будет нормально. Не шлифуй! Огромное спасибо за остатки в «Нефтяникам» за оказанную помощь. Хочется еще раз от души поблагодарить наших спасителей, которые даже отказались взять плату за помощь. Да и в целом у нас остались очень теплые воспоминания о людях Казахстана. Они открыты, дружелюбны и относятся к россиянам как к братскому народу. Надеюсь, что пограничники тоже будут солидарны с «Нефтяниками» и у нас не возникнет проблем с пересечением границы. Немного забегая вперед, скажу, что так оно и вышло. И на все процедуры, связанные с пограничным контролем по обе стороны, у нас ушло не более получаса. Казахстан проводил нас тепло, а вот родина встретила немного иначе. Но даже несмотря на апрельский холод, возвращение домой – это всегда огромное счастье. Вот и завершается наше путешествие из зимы в весну и, судя по всему, обратно. Буквально неделю назад мы еще загорали под жарким казахстанским солнцем, разгуливали в шлепанцах, шортах и футболках. А сейчас возвращаемся к нашим любимым уральским снегам. Но я очень надеюсь, что нам удалось привезти для вас хоть небольшую частичку теплого Казахстана. На этом мы с вами прощаемся. Но ровно на две недели смотрите нашу программу. Ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Технический партнер проекта – автоцентр «Мегасервис 4х4». Техническое обслуживание автомобилей, кузовной ремонт, сварка аргоном, подготовка автомобилей для туризма, охоты, рыбалки и спорта. Ремонт и обслуживание квадроциклов, снегоходов и прицепов. Продолжение следует...